МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город без воды. В Харьковской области из-за аварии коллектора десятки тысяч человек без автоснабжения. Как допустили ЧП и когда трубы отремонтируют? Новые версии. Как продвинулись правоохранители в расследовании отравления Скрипаля и на какие меры безопасности пошла Великобритания? Отменить декларации для борцов с коррупцией предлагают в парламенте. Соответствующий документ инициировал спикер и ряд депутатов. Есть ли шанс, что уже завтра избранники это сделают? И чем еще они намерены заниматься на этой неделе? Подробнее Елена Зорина. Отменить нельзя отсрочить электронное декларирование для общественников и борцов с коррупцией. Уже завтра этот вопрос станет топ-темой дня под куполом. Но пока единого мнения нет. В пропрезидентской фракции предлагают лишь до 1 июля повременить с указанием доходов активистами и не наказывать их кардинально противоположно настроен спикер. Я подготовил законопроект, новый законопроект, вважаючи на то, что 1 квитня уже минуло, который складывается из двух частей. В одной из них предоставлено скасование электронных деклараций, в другой части – декриминализация. Мы еще ожидаем, кто уголил фракции, долучится до этого законопроекта. Я считаю, что он объединяющий. Поддержали документ самопомощи и Батьковщине. Не осталось только включить его в порядок дня завтрашнего и проголосовать. Это, по сути, удавка репрессий политических, которые вдягают на шею громадским активистам. Вот это не можно допустить. И это акт агрессии политической против тех друзей в Украине и в целом свете, которые сегодня, в том числе финансово, поддерживают наши громадские организации. Экология, градостроительство и вопросы нацбезопасности, реформы дипломатической службы и самой Верховной Рады – то, чему планируют депутаты посвятить эту неделю. Разобраться с количеством комитетов и их распределением возможно дойти и до кадровых вопросов, в частности, назначения членов ЦИК. Сейчас задержка за спецпроверкой претендентов по двум кандидатам. Идут уточнения. Внесено полностью оновленный список. Это 15 кандидатов. Он внесен с врахованием пропозиций всех фракций и групп парламенту. Поэтому президент Украины закликал парламент и, в первую очередь, голову парламенту, чтобы завершить, как самый короткий термин, специальную проверку этих кандидатов и вынести на рассмотрение парламенту. У нас остался еще борг перед обществом. Это оборудование аудитора НАБУ, вы знаете, и обновление конституционного судья. Дать свою оценку действиям России в отношении строительства Северного потока-2 предлагают избранникам в Народном фронте. Если профильный комитет постановления поддержит, уже в этот четверг возможна и реакция парламента. Для россиян газ и зброя шантажу. Нагадаю, в подии 1 березня этого года, когда Россия в одностороннюю порядку уменьшила тиск. В оппозиции же предлагают подумать больше о социальном. С прошлой пленарной недели, к примеру, остался проект по очереди на жилье для переселенцев. В зале хотят увидеть и премьера с отчетом. Вартость пасхального кошика взросла на 130 гривен в порівнянні с минулим роком. Это наслідки непродуманої политики уряду, отмой от государственного регулирования цен, а также увеличение тарифов на энергоносії, что привело к подорожжению всех товаров и продуктов. Повышение зарплаты пенсии, а еще и изменений в бюджет требуют радикалы. Скажите, пожалуйста, как людям выживать, когда вы в них политику проводите? Отмывайте мясо купить, отмывайте молоко купить. А если купите, то за мизерные цены. А люди в месте пьют не молоко, а фактически пальмовый олень. Вот про что парламент має, какие проблемы вы решите. Чтобы и многодетные семьи, и другие семьи мали заработок. Что украинцы зарабатывают мало, соглашаются и в профильном комитете. Чтобы это исправить, а заодно и пересчитать пенсии, военным пенсионерам подготовили соответствующие законопроекты. Низький уровень заработной плоти в нашей стране, выток всех тех социальных проблем, которые мы имеем сегодня. Зарплата складывает почти 8% фонда оплаты прася. Хочу наголосить, что в Польше это 26%, в Угорщине это 22%. Все вопросы мы должны вместе с вами регулировать. Из того, что анонсируют с недели на неделю законопроекты нацбезопасности в эту среду, комитет должен выдать по нему свое решение. А еще антикоррупционный суд спикер говорит, возможно, до начала мая документ примут в целом. Елена Зурина, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Профильный комитет парламента не смог сегодня рассмотреть законопроекты, отменяющие декларации для антикоррупционных активистов. Не было кворума. На заседание пришли всего лишь 6 депутатов из 24. Напомню, ранее нардепы не смогли собрать голоса для того, чтобы внести документы в повестку Дня Верховной Рады. Хотя на этом настаивают международные партнеры Украины. Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович получил около миллиона долларов от бизнесмена Павла Фукса. Такие данные внесла в ее декларацию супруга нардепа. За что политик получил деньги и почему заявил об этом только сейчас? Подробнее об этом в нашем материале. Признайся, кто твой хозяин и смело вноси миллионы в свою декларацию. Судя по всему, народный депутат Вадим Рабинович руководствовался именно этим принципом, когда публично решил признать, что его семья получила около миллиона долларов от российского бизнесмена Павла Фукса. Это в декларации указала супруга Рабиновича. Естественно, израильтянин по второму паспорту Вадим Рабинович де Юре чист, но этим фактически признал факт финансирования своей политсилы за життя. Но и тут Рабинович выстроил целую схему. 22,5 миллиона гривен семья Рабиновича получила в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. Ключевые слова – гарантийный платеж и предварительный договор. Иначе говоря, землю семья Рабиновича еще не продала, но деньги уже получила. Это классическая схема аферы для легализации денег. И в случае же, если бизнесмен Фукс откажется от сделки, и деньги и земля останутся в семье нардепа. Кстати, та самая земля, которая не поместилась в его прошлогодней декларации. Не оказалось там места и для элитных домов под Киевом, аренда которых обходится нардепу в десятки тысяч долларов. Не поместились и полеты бизнес-джетами по 19 и 24 тысячи долларов каждый. Ни новогодний отдых в Сингапуре и Таиланде за 3 миллиона гривен. Затраты бедного нардепа можно перечислять еще долго. Но вот беда. Расследовать несоответствие в его декларации уже начали в НАБУ. И, видимо, побоявшись очередных антикоррупционных нападок, скандальный нардеп решил заранее раскрыть карты. Строить только качественные дороги, а также проверить все отремонтированные магистрали призвал премьер-министр Владимир Гройсман на специальном совещании по вопросам развития дорожного хозяйства Украины. Глава правительства потребовала от руководства Укртрансбезопасности наладить действенный контроль за перемещением грузов по территории страны. На выполнение задачи дал неделю. По словам Гройсмана, государство тратит миллиарды гривен на ремонт дорог, а перегруженные фуры попросту их разрушают. И еще одно очень важное вопрос, которое есть на порядке данного. Это важный контроль за перевезенными вантажами по территории Украины. Мы втрачаем сегодня миллиарды на восстановление дорог, а потом перевантаживают транспорт и фактически руйнуют эти же дороги. У нас не хватит ни денег, ни времени на то, чтобы восстановить дороги, если кто-то будет параллельно руйнувать. Поэтому у меня треба для Укртрансбезпеки налагодить действенный контроль за перемещением вантажей по территории Украины. Мы имеем сегодня данные, что больше 50% транспорта по краю ездят за порушением баговых параметров. Все те, кто позволил себе халтуру, должны принести за это ответственность. Майнову, финансовую мают восстановить дороги за свой властный рахунок, но и украинцы должны ездить по нормальной дороге. Если вы не наведете порядок, это означает, что вы державе больше не нужны. Помогать Укртрансбезопасности ввести габаритно-весовой контроль на дорогах будут МВД, Мининфраструктуры и органы местной власти. Об этом по результатам совещания с премьер-министром сообщил глава ведомства Михаил Нонек. По его словам, сотрудники нацполиции будут обеспечивать фото- и видеофиксацию правонарушений, а Украфтодор должен в сжатые сроки восстановить площадки, на которых размещены мобильные станции. Министерство инфраструктуры, я думаю, что также нам поможет в данном направлении, потому что есть нормативную правую базу, которую нужно поменять в процессе этих вопросов. Я собираю в середу всех керевников территориальных подразделений и их заступников. Будут чётко озвучены им завдания. Будет налагоджена работа всех органов на местах, чтобы мы спальными усилиями собрали перегрузы, которые есть на наших автошляхах, потому что мы должны защищать наше мебель, эти наши дороги. И дороги псуются от перегрузов порядка 2-3 миллиарда гривен в год. А это наши с вами кошти. И понятно, что роль габаритно-вагового контроля, она важна для страны. Польша построит скоростное шоссе до границы с Украиной. Об этом сообщили в Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши. Магистраль протяжённостью в 75 километров будет начинаться в городе Пяски, недалеко от Люблина, а заканчиваться возле украинско-контрольного пропускного пункта Ягодин. У трассы будет по две полосы в каждую сторону. Уже объявили тендер на разработку проекта. Екатерину Амосову уволили с должности ректора национального медуниверситета имени Богомольца. Теперь официально. Минздрав расторг с ней контракт досрочно. Как оказалось, приказ подписали ещё 30 марта после обсуждения комиссии Министерства отчёта Амосовой за предыдущий год. Её работу признали неудовлетворительной. Ещё одна причина – срыв лицензионного экзамена КРОК у студентов-стоматологов, в котором Минздрав обвинил Амосову. В ответ ректор заявила о коррупционных схемах в ведомстве Ульяна Супрун. Своё увольнение Амосова называет расправой и намерена оспаривать решение в суде. Боевики нарушают установленное 30 марта пасхальное перемирие на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба ОТО. Противник 10 раз за сутки обстреливал украинские опорные пункты. Боевики вели огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, снайперского и стрелкового оружия по нашим военным на шахте Бутовка. Также стреляли по украинским бойцам в Одином, Песках, Толоковке и возле Авдеевки. Режим тишины сохраняется лишь на Луганском направлении. Всё выезжает из глубины Донецка. Они здесь прячут его, конечно, кое-что, но это в основном в тех районах, где достать нашу артиллерию не может по той простой причине, что там мирные сектора, либо там какие-то, ну типа всякие здания, типа церковь, мечети, куда стрелять просто не будешь, потому что разрушения не нужны. Начинается крупнокалиберное, потом уже может или миномёт поработать. Во время крупнокалиберного просто не слышно выхода, когда работает миномёт. Ну, может танк поработать. Украина стала одной из наиболее заминированных стран мира. Об этом заявил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Максим Комиссаров. По его данным, сапёры уже уничтожили более 340 тысяч взрывоопасных предметов, однако ещё 16 тысяч квадратных километров нужно разминировать. Территория, которая подконтрольна украинской владе, ориентованно забруднена выбухонебеспечными предметами, близко 7 тысяч квадратных километров. Территория, которая на сегодняшний день темчасово не подконтрольна украинской владе, ориентованно забруднена выбухонебеспечными предметами, приблизно 9 тысяч квадратных километров. Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в Белом доме. Так утверждает помощник российского президента Юрий Ушаков. Он заявил, что предложение поступило во время телефонного разговора глав государств 20 марта. В то же время, по его словам, такая встреча вряд ли состоится в первой половине этого года. Защититься от новичкам Великобритания планирует увеличить оборонный бюджет после химической атаки в Солсбери. Насколько вырастут военные расходы и какая версия отравления появилась у следствия, расскажет Ирина Иванова. Жизненно необходимыми называют меры по увеличению оборонных возможностей в британском Минобороне. Страна должна быть в хорошей военной форме, чтобы противостоять угрозам. После скандального нападения на бывшего даванового агента Сергея Скрипаля и его дочери, чиновники решили выделить 800 миллионов фунтов бюджету министерства на следующий финансовый год. Химическую атаку в Солсбери Лондон рассматривает в широком контексте безопасности каждого подданного королевы. Ведь потенциально жертвами яда новичок могли стать более 130 человек. Защита дорогое дело, если вы находитесь в премьер-лиге, а у нас есть намерение в ней оставаться. Не думаю, что нужно за это очень извиняться. Нам просто необходимо принимать осторожные решения относительно бюджета, который предоставляет правительство. Следственные действия в Солсбери продолжаются. Отдельные детали раскрывают британские и американские СМИ. Так, Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на чиновников, знакомых со следствием, пишет, что попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери якобы санкционировали из Москвы. Выполнить заказ мог только специально обученный человек, знакомый с химическим оружием. Пока что следователи придерживаются мнения, что яд в виде желеобразной жидкости был нанесен на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери. Однако появилась еще одна версия. Следователи допросили женщину, которая привезла из России для Скрипалей продукты, гречку и специи. У полиции появились подозрения, что подарки могли содержать нервно-паралитический яд. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Медицинская реформа в Украине стартовала. С сегодняшнего дня можно выбирать себе семейного врача, терапевта и педиатра. Они будут получать деньги от государства в зависимости от востребованности у пациентов. Как все устроено? Об этом в нашем материале. Вне зависимости от регистрации места проживания, со 2 апреля этого года любой гражданин может подписать декларацию с тремя врачами. Семейным, терапевтом и педиатром для своих детей. Необходимо прийти в больницу, обратиться в регистратуру, выбрать врача и подписать с ним документ. Предварительно придет СМС-код на мобильный телефон. Это значит, вас включили в электронную систему базы данных Минздрава. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон. Если есть ребенок, то еще и свидетельство о рождении. Один семейный доктор может взять до 1800 пациентов, терапевт до 2000. Педиатр будет наблюдать максимум 900 детей. В поселках количество пациентов не ограничено. Доктора первички обязаны бесплатно делать анализ крови, электрокардиограмму, измерять давление. За одного пациента государство должно платить в этом году 370 гривен. То есть за каждого востребованного врача из бюджета больница будет выделяться до миллиона гривен в год. А успешные доктора должны получать достойную зарплату, которую обеспечивают налогоплательщики. Всех льготников будут проверять ревизоры на создание службы инспекторов. Всемирный банк готов выделить Украине 35 миллионов долларов. Проверка всех украинцев, которые получают помощь от государства, это требование международных партнеров. Новые ревизоры не будут подчиняться местным соцслужбам. Их задача – ходить по домам льготников, проверять документы, следить за условиями их жизни и возвращать лишние деньги в бюджет. Законопроект о создании социальных инспекторов уже зарегистрировали в парламенте, однако депутаты пока не выносят его на голосование. Под угрозой прорыва в Ривненской области разрушается одна из крупнейших плотин. Специалисты говорят, в случае сильного наводнения дамбу прорвет. Затопит не только окрестные села, но и Луцк. Все подробности в материале наших корреспондентов. Это самое большое водохранилище в Ривненской области. Искусственный водоем в селе Хреники – любимое место рыбаков и отдыхающих. Но местные жители с опаской поглядывают на дамбу. Дамбу построили 60 лет назад. Объем хранилища – более 22 миллионов кубов воды. Пока ее сдерживают 6 шлюзов. Но если сооружение не выдержит, потоки хлынут в сторону Луцка. И сметут все на своем пути. Местные жители начали укреплять берега. В селе Малево устанавливают специальные конструкции из камней и сеток. Таким способом люди пытаются уменьшить разлив реки во время паводка. Но эти конструкции не спасут, если плотину прорвет. А это вполне возможно, говорят специалисты. Старенькую дамбу в последний раз ремонтировали в конце 90-х. Несколько лет назад районные чиновники решили отремонтировать дамбу. В 2014-м составили смету, подготовили проект. С тех пор ходят по кабинетам, просят помощи. Вартость на 2014-й рік работы по ремонту гидроспоруды дамбы Хринецкого водосховища, самой споруды, становила 2,5 миллиона гривен. С тех пор мы обратились неодно разово в областную администрацию, в областную раду с проханием допомоги. Веси там же, работы не сделаны, и они не начали работать. Пока чиновники ищут деньги, проектная документация устарела, и ее опять придется переделывать. И снова вызывать водолазов, которые должны обследовать конструкции под водой. А пока остается лишь контролировать уровень воды и надеяться, что дамба все же выдержит. Юлия Жешко, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ривницкая область. Тающий снег стал причиной паводков во многих областях. В Сумской затопило почти половину города Ахтырка. Дамба не выдержала напора, и вода к каскадам пошла в другие водоемы. Реки вышли из берегов и залили улицы и в центре, и на окраинах. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. Была приостановлена работа 10 электроподстанций. Весеннее половодье и в Чернигове. Там подтоплены сотни домов и в частном и дачном секторах. Спасатели откачивают воду, подвозят жителям мешки с песком. Водой залит и участок трассы Киев-Харьков. В Одесской области уже неделю под угрозой подтопления находится Вилково. Вода затопила почти треть города. Под Черкасами от паводка страдают жители двух сел. Оттуда вернулся наш корреспондент Станислав Кухарчук. Такого сильного наводнения Оксана Александровна не видела в Свидевке уже более 20 лет. Помпа в ее погребе работает почти круглосуточно, но с каждым часом вода поднимается все выше и выше. Говорит, за выходные под воду ушла вся консервация, а запасы картофеля спасали всей семьей. Это откачивано. Две годы назад было до сухого стояготок. Но поднимается уровень по этой сходинке. Далее поднята картофель, но уже далее с тела, нет куда поднимать ее. В Свидевке затоплены 13 улиц и более 200 дворов. Из-за того, что грунтовые воды стремительно поднялись. В дома вода еще не зашла, но уже залила огороды, погреба и подвалы. Кое-где уровень превышает метровую отметку. Консервация огурьки помидоры называется. Все ловится у нас. Никто ничего не робит. А как лопина? Ну, сантиметров 80 есть. В соседнем селе Буды считала вода подтопила 48 домов. Здесь заилены дренажные каналы. Они на балансе управления водных ресурсов. Катастрофы в будущее не произошло только потому, что силами местного хозяйства вовремя почистили небольшой участок дренажной системы, говорит председатель. Но снег в лесах продолжает таять. И вода скоро о себе напомнит. Для откачки воды в обоих селах задействовали несколько отделений госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Насосная станция на дренажном канале постоянно перебрасывает воду в Днепр. Но быстро она не сойдет, говорят в управлении водного хозяйства. Больше 30 лет все каналы не чистились. Мы пишем, постоянно просим, чтобы выделили деньги на чистую каналу. Но в селе Буды сейчас в Педневодском массиве у нас получается 62 километра канала. Это вы понимаете, что деньги, чтобы 200-300 тысяч, если в год выделять, ситуацию вообще не спасет. Чрезвычайную ситуацию в потопленных селах пока не объявляли. Чиновники надеются, что вскоре все нормализуется. Пока же спасатели будут откачивать воду из дворов в круглосуточном режиме. А управление водных ресурсов должно дать технику на расчистку наиболее заиленных дренажных каналов. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. 45 тысяч человек без воды. Уже три дня не могут ликвидировать аварию на коллекторе в Лозовой Карьковской области. Город отключили от водоснабжения, чтобы он не захлебнулся в нечистотах. Что произошло и когда справиться с проблемой, выясняла Светлана Шакера. Южный коллектор, по которому отводятся нечистоты из семи микрорайонов Лозовой, начал рушиться еще две недели назад. За это время он успел провалиться в 12 местах. Вчера под землю ушел участок дороги. Когда рабочие водоканала начали вскрывать колодец, то оказалось, что от канализационной трубы осталось только дно. Все остальное уже давно разрушилось. Сейчас рабочие откачивают воду, чтобы под дну старого коллектора проложить новые трубы. По старой трубе, которая остается, мы если ее хорошо выемоем, подготовим основание, мы сможем туда просунуть ее. Труба уже будет улаживаться ново, пластиково, с гарантией 70-100 лет. А пока аварию ликвидируют, жители микрорайонов уже третий день без воды. Питьевая только в магазинах. Есть два литра, полтора литра есть. А большие баклажки? Большие, да. Людям подвозят техническую воду. У бочек выстраиваются огромные очереди. Ну, эту хотя бы посерять что-нибудь сделать. Напить все равно покупать приходится. Набрала в лужи вчера, принесла, вылила. Еще сегодня утром в лужи набрала. Не помыться, не покупаться, не напиться. Подвозить воду в микрорайоны помогают пожарные машины и техника из соседних районов. Дали транспорт нам с области по подвозу техничной воды и питьевой. Сегодня по микрорайонам у нас працюет 14 точек уже, вот, выдача их воды. Ну и 12 пунктов продажи. Около 270 домов, где-то 45 тысяч населения. Да, две трети населения. Из-за нехватки воды в поликлинике сегодня не делают инъекции и не принимают анализы. Мы не работаем, потому что нам нечего быть. Детский сад рядом с местом аварии работает. Здесь еще остался запас воды. Меню сегодня составили специальное, чтобы меньше готовить. Кашу, яичко, колбаса, икра утром, чай с маслом. Сегодня на внеочередной сессии депутаты Лазовского горсовета выделили 400 тысяч на закупку новых труб. Но на все этого не хватит. Безусловно, что, наверное, нужно было еще 2-3 года назад поменять этот весь коллектор. Но ориентировочная стоимость, наверное, где-то около 15 миллионов, чтобы заменить этот весь коллектор, который у нас аварийный и находится в зоне риска. Ну, у нас есть резервный фонд, я буду докладывать губернатору, будем обращаться к депутатам, будем решать этот вопрос. Ликвидировать аварию будут в круглосуточном режиме, но даже примерную дату, когда в квартирах появится вода, никто не называет. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Беспредел в лесу. В Львовской области местные жители на дрова пускают здоровую древесину. Почему бороться с незаконными вырубками некому? Особенности венгерской кампании. Как Будапешт готовится голосовать за новый парламент и кто фаворит? Вот так хакнули в США. Киберпреступники украли номера кредитов 5 миллионов клиентов. Кто стоит за масштабной атакой? Леса над древесином. Во Львовской области началась массовая заготовка дров. Селяне вырубают целые массивы насаждений, и при этом не считают, что наносят государству ущерб на миллионы гривен. Во всем подробнее в материале Галина Якушко. Оказалось, пеньков 376. Большинство уничтоженных деревьев. Ольха и дубы, которые росли возле хуторах Воля Сарнинская, недалеко от Львова. Все деревья были абсолютно здоровыми, говорят экоинспекторы. Деревья один из местных жителей срубил на дрова. Вывозил их почти две недели, пока одна из соседок не позвонила правоохранителям. Гора дров до сих пор лежит во дворе его частного дома. После того, как о незаконной вырубке стало известно, мужчина исчез. На телефонные звонки не отвечают. Поведомлены все депутаты, поведомлены лесники и городки. Они там едут, смотрятся. Чуем пилу, сейчас уезжаем, складываем акт. Ну, это невозможно такое. Нужно это наживаться на живом уме. А это соседнее село Наконечное Второе. Здесь неизвестные уничтожили целую ольховую рощу, около четырех сотен деревьев. Тут все было в деревах. Здесь очень много. Тут качки, когда-то делали себе гнезда. В то же время они тут летали. И не было им где приземлиться. Они тут себе ховалися, гнездилися. И все. Не снимайте меня, я не могу вам все компетентно ответить. Будь ласка. Я вообще ничего не буду ответить. В Наконеченском сельсовете бороться с незаконными вырубками некому. Несколько месяцев назад председателя посадили за взяточничество. А вот сами сотрудники сельсовета ничего страшного в уничтожении деревьев не видят. На землях сельской рады вырубили лис. Это не лис. Это были такие лисы. Это было самовеси, где-то там, около реки, белой речки там. В ЭК-инспекции уже подсчитали убытки от незаконной вырубки леса в этих двух селах. Сумма получилась приличной, около миллиона гривен. Компенсировать все должны те, кто деревья спилил. Это примуссовое стягнение, криминальная ответственность и реальный срок, термин покарания. Простее, это без порушения криминального проведения, закрывается криминальная справа и добровольная сплата. Это снимает частично вину с особой, которая совершила злочин против довколя. Вот только для начала виновных нужно найти и доказать, что именно они уничтожили деревья. Документы для подачи в суд ЭК-инспекторы уже подготовили. Если же подозреваемые не смогут компенсировать убытки, им грозит до трех лет лишения свободы. Правда, как показывает практика, за нарушение природоохранных норм в тюрьму еще никто не сел. Чаще всего судьи назначают условный срок, а то и админзыскание. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерлевская область. Шпионские скандалы, обвинения в заговоре и ложные новости. Так выглядит предвыборная кампания в Венгрии. Голосовать за новый парламент там пойдут уже в следующее воскресенье. Каковы шансы Виктора Орбана на третий премьерский срок, узнавала Елена Абрамович. В западных СМИ Виктора Орбана называют чемпионом по нелиберальной демократии с весьма жесткой антимигрантской позиции. И слово чемпион в этом весьма негативном титуле присутствует не просто так. Хоть венгерский премьер и рассорился с Брюсселем, народную поддержку так и получил. Рост экономики и спасение страны от мигрантов – таковы основные козыри предвыборной кампании Орбана, которая руководит страной с 2010-го. Отсчеты ЕС свидетельствуют о сворачивании демократии и самом большом в Евросоюзе разрыве между бедными и богатыми. Но венгров больше всего, похоже, беспокоит тема миграции. Никому не следует сюда приезжать. Нас достаточно. Нам не нужны мигранты. А вы видели когда-нибудь мигранта? Нет, но я постоянно смотрю телевизор и много о них знаю. Оппозиционные партии Орбан называет марионетками Джорджа Сороса – американского финансиста и филантропа венгерского происхождения, который потратил миллиарды на развитие гражданского общества в посткоммунистических странах. Сорос готовит переворот, заявил Орбан в интервью Первому каналу Венгерского радио. В Венгрии есть примерно 2000 проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов, кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса. По словам премьера, заговорщики хотят превратить Венгрию в отстойник для мигрантов. И такие высказывания находят поддержку у избирателей. У нашего правительства есть свои плюсы и минусы, но так всегда бывает, нельзя всем угодить. За последнюю неделю, судя по опросам, у партии Орбана снизились рейтинги, но незначительно. И шансы на победу до сих пор высоки, если оппозиционные силы не найдут способ объединиться. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Хакера-вымогателя разоблачили в Киеве. Во время обысков у него дома нашли компьютеры и мобильные телефоны с разными сим-картами, чтобы регистрировать фейковые страницы. Как сообщили в киберполиции, жертвами 23-летнего хакера были в основном интернет-магазины. Путем манипуляций парень получал доступ к их профилям в Инстаграме. После этого предлагал разблокировать страницу за 10 тысяч гривен. Опасный шопинг. В одном из крупнейших американских магазинов хакеры украли номера кредиток 5 миллионов клиентов. А это данные о покупателях со всего мира, в том числе и из Украины. Дмитрий Анопченко разбирался в масштабах происходящего. Если за последний год вы сделали хотя бы одну покупку в популярной в Штатах сети супермаркетов «Сакс 5-я авеню», лично или онлайн, через интернет, номер вашей кредитки, увы, скорее всего, уже в руках у хакеров. Группа киберпреступников, называющая себя «Джокер Стэш», получила весь массив данных о продажах этого и еще одного магазина, «Лортон Тейлор» по всей Америке, начиная с мая прошлого года. А это порядка 5 миллионов банковских карточек. Номера, дата действия, секретный код, фамилии владельцев. Часть данных, украденных вот в этих популярных, особенно среди туристов, магазинах, уже выставили на продажу. В Соединенных Штатах заявляют, что эта хакерская атака – одна из самых серьезных, которые когда-либо предпринимались против розничной сети. «Джокер Стэш» засвечивается в новостях не впервые. Эти же киберпреступники раньше смогли хакнуть базы данных американских магазинов органических продуктов «Халфудс», сети мексиканских ресторанчиков «Чепотл» и даже у «Трамп-отелей», принадлежащих американскому президенту. Данные о кредитках клиентов похитили. Но масштабы не сравнить. 5 миллионов карточек сейчас – это рекордное число, означающее, что за кражей вовсе не любители стоят, а мощная преступная группировка, у которой и программное обеспечение уникальное, и инсайдеры в ограбленных компаниях давно подкуплены. Но в этот раз есть еще одно отличие. Кража затронуло не только американцев, но и огромное количество покупателей из-за рубежа. Для владельцев карточек американских банков здесь, в Соединенных Штатах, существует так называемое правило нулевой ответственности. Предполагает оно, что если хакеры похитили твои данные и купили что-либо, то ты ответственности по умолчанию не несешь – это проблемы самого банка. Ну а вот для украинцев, чьи данные оказались среди 5 миллионов похищенных кредитных карточек, это может стать большой проблемой, потому что отечественные банки, увы, свои собственные проблемы и свои собственные риски предпочитают перекладывать на самих людей. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Способна ли музыка сблизить Северную Корею с Южной? Почему желающим получить американскую визу нужно быть осторожнее в соцсетях? И кого пригласили на свадьбу? Принц Гарри и Меган Маркл. Об этом и не только в нашем обзоре. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов. Артисты выступили в Большом театре в Пхеньяне впервые за 13 лет. На сцене, в частности, появился и популярный музыкант Чо Инг Пил с песней «Зимнее кафе». Некогда любимая композиция Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Власти Швеции ввели экологический налог на авиабилеты в размере от 6 до 39 евро. Теперь он будет взыматься со всех пассажиров, кроме малышей до 2 лет, членов экипажа самолетов и тех, кто совершает пересадку в шведских аэропортах. Деньги, полученные за счет введения нового налога, будут направлены на различные социальные проекты. Согласно опросам, большинство шведов высказалось в пользу нового налога. В США намерены проверять соцсети у всех претендентов на американскую визу. В частности, записи в Фейсбуке и Твиттере за последние 5 лет. Также потребовать могут электронные адреса и телефонные контакты. Такое предложение поступило из Госдепартамента США. Если поправки будут приняты, получить заветный штамп станет еще сложнее. Китайская космическая станция Тяньгунь-1 вошла в атмосферу и разрушилась над Тихим океаном. Большинство обломков сгорели в атмосфере. Ранее специалисты опасались, что фрагменты станции весом более 8,5 тонн могут упасть в Южной Азии, Австралии, на Ближнем Востоке или Южной Америке. Станция провела в космосе более 6 лет. За это время приняла две экспедиции. Два года назад связь Тяньгунь-1 была потеряна. В Иркутской области России упал канатоходец. Артист сорвался с высоты порядка 8 метров из-за потерявшего натяжение троса. После падения подняться атлету помогли сотрудники цирка. Прежде чем покинуть арену, артист даже поклонился зрителям. Сейчас чувствует себя нормально. Отделался ушибом руки. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет 600 человек. Пара уже разослала приглашение. Среди гостей – экс-президент США Барак Обама с супругой и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Помимо политиков, принц Гарри пригласил своих бывших девушек – Челси Деви и Кресси Дубонас. А также семейство Бекхэмов и актрису Марго Робби. Со стороны невесты приглашена лучшая подруга Маркл – индийская актриса Приенка Чопра, партнеры по сериалу «Форс-мажоры» и теннисистка Сирена Уильямс. Британские ученые изобрели умную зубную щетку. Ее рукоятка оборудована специальными датчиками, которые контролируют, насколько тщательно человек совершает гигиеническую процедуру. С помощью специально разработанного приложения устройство передает все данные о процессе на смартфон владельца. А тот, в свою очередь, информирует человека о том, что тот, к примеру, пропустил седьмой зуб в верхнем ряду. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.